Вечер ораторского искусства Вечер ораторского искусства А я ее спас Под утро Держал на пупе этот холодильник Пока она выкарабкивалась И она вместо того, чтобы мне спасибо сказать Отряхнулась и говорит Вернусь, я себе винегрет сделаю И бегом на работу У нас только теща работает Больше дураков нет Только я расслабился Звонок на домашний телефон Интеллигентный мужской голос Но очень возмущенный Это я потом Дотумкал Что он был из общества защиты животных К ним поступил сигнал Что кто-то в нашей квартире мучит собаку И она всю ночь скулит Но он не представляется Сразу с угрозами За издевательство над беззащитным существом Пойдете под суд Он-то про собаку А я-то подумал Про тещу Говорю, мужчина, какой суд вообще Она сама виновата Говорю, я ее не трогал Спокойно пил пиво А она гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав Голос в трубке говорит А вы ожидали услышать человеческую речь? Они все гавкают Это их способ общения такими их создала природа. Я говорю, ну так же невозможно жить, каждый день на меня рычит. Она вас боится. Наладьте контакт с божьей тварью. Я говорю, а как с ней наладить, тем более не с божью? Он говорит, приласкайте ее, пусть она ляжет рядом с вами, положит голову вам на ногу, он-то про собаку, а я, представлял, как теща мастырится ко мне на коленку, говорю, мужчина, да вы что, она меня укусит. Она вчера прям с цепи сорвалась. Может, ей шейку натернуть? Я говорю, да ладно. У ней на шейке моя подарочная цепочка, она натереть не может, потому что из мягкого легкого материала червоного алюминия. Этот защитник собачий говорит, какая некомпетентность, заводят потом, не знают, как ухаживать. Я говорю, да кто ее заводил-то? Она сама завелась. Приблудилась, что ли? Я говорю, вот вы тут точно подметили, мужчина, именно приблудилась ко мне вместе с женой. Он кричит, тем более вы должны наладить с ней контакт. Нужно уважать любовь вашей жены к прекрасному. Для моей супруги, например, это он говорит, да, вершина счастья, когда ее самое дорогое существо тихо прокрадывается в спальню, сует морду под одеяло и пролазит, ложась между мной и женой. Я говорю, знаете, уважаемые, оно может и для моей жены это существо дорогое, но если бы оно хоть раз так проползло, меня бы уже лечили электричеством, а ее бы заземлили давно. Он восклицает, ну это же мило, за ними же так интересно наблюдать. Наша, например, собачий адвокат говорит, очень любит купаться, что в ванной творит, прыгает, воду кусает. Я так послушал, думаю, надо же, у меня еще не все так плохо. Люди вообще вон с каким сумасшедшим тещами живут, а самому, говорю, мужчина, да если моя в ванну сиганет, вся вода будет на полу, а ванна на первом этаже. А он, значит, адвокат собачий, мне советует, а вы ее держите за загривок и мойте. Я свою, например, сам мою, а потом выношу ее из ванны, завернутую в полотенчик. Я в шоке, думаю, может, я, конечно, отстал от жизни, надо же, какие мужики есть. Тещ на руках носят в полотенчиках. Он продолжает, уступайте ей во всем, вы же умнее. Я говорю, согласен, вы на другой ступени эволюции. Я говорю, продолжайте, не опускайтесь до ее уровня, вы человек, а она, она за вашу любовь будет приносить вам тапочки в зубах. Я говорю, вот тут, пожалуйста, поподробнее, как этого добиться. Он говорит, очень просто. Погладьте ее по головке, дайте кусочек сахара, поцелуйте в носик, почешите за ушком. Я переписал все пункты, дружески с ним распрощался, весь день провел в мечтах, представлял тещу с тапочками вместо вот этого. Вечер. Дверь открывается, заходит теща. Ти-ти-ди-ри-ти-ти. Ти-ти-ди-ри-ти-ти. Я улыбаюсь, она замерла. Ти-ти-ди-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ри. Дрожащей рукой в резиновой перчатке глажу ее по волосам. Та-та-та-та-та-там. Теща рот открыла. Думаю, не врал мужчина. Рот открыла, чтоб тапочки мои закусить. Я воспользовался этим моментом и в открывшуюся зяполку закинул кусок рафинада. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Теща сумки выронила. Я надеваю медицинскую маску, целую тещу в шнобель. Она к холодильнику привалилась, еле дышит. Срываю перчатку и... Чешу тещу за ухом. Теща медленно сползает по холодильнику. Из того самого вечера нет, тапочки в зубах не принесла, но она мне не то, что грубого слова не сказала. Вообще онемела. Да? Лежит и молчит в отдельной палате. Вот что с людьми делает ласка. Аплодисменты.